Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Трейсер. Я нахожусь возле землянки. Мы с такой большой компанией приехали сюда праздновать Новый Год. Я не знаю, как мы сейчас все поместимся там в землянке. Многие ребята еще вживую не видели землянку. Ну вот снаружи... Да, спасибо, Сус, что землянка еще живая. Спасибо, что я еще живой. Да, спасибо, Сус, что живой. Ну что, ребята, давайте я вас приглашаю в землянку. Ну здесь немножко бардак, я гостей не ждал. А развиваться надо? Не, не обязательно. Кстати, да, точно пояс Шахида снял? Все, пустой. С прошлого раза. Все, быстро. Захожу. О, тут с прошлого раза поменялось все. Ну, не то чтобы все, мы сделали. Получается, она на новостей. Наша халабуда отдыхает по сравнению с этим. Интересно, иди. О, она здоровая какая! Да! Да у меня квартира на Шоле меньше. Не трог, 30 квадратных. Нет, 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 конечно, это жесть. Можно бардак делать. Тут это, Сус чуть не спалил, да, говорят? Да, он тут... А что вы опаливали тут это было? Я в обоге смотрю. А что мы... А, мы ступеньки высушили. Ступеньки, но мы уже их покрасили, они уже запачкались немножко. Ну что, можно доски на кирпичики поставить? В принципе, ребята, мы же приехали сегодня, получается, праздновать, а не что-то строить. Поэтому, ребята, строительных работ никаких сегодня не будет. Это надо батарейки вставить. Сейчас я его готовлю. Давай на кирпичики. И нам нужно, Серёга, да, ёлку сейчас подготовить. Это прям сруб? Да. То есть не половина даже сэндвич? Половина, половина. А кирпич царский, да? Да, всё, даже сэндвич. Царский? Да. Не, ну чмак, это вообще круто. Ну да, я старался, всё-таки же для себя строил. Да, кровати можно сделать, они упираются в стенку и под кирпичи пока что. А потом будет типа двухъярусная кровать. Ну всё, тогда упираем в стенки давай. Всё, давайте ещё чуть-чуть цвета добавим тут. Ну что, я считаю, что никакой Новый год не обходятся ребята без ёлки, поэтому Сусанин предлагаю. Кстати, мы приметили, ёлочка одна растёт. Сейчас, наверное, мы с тобой пойдём её срубим и будем наряжать ёлку. У вас захейтят подписчики за то, что вы ёлку. Да ладно, тут много ёлок. Одной ёлкой больше, одной меньше. Ты более, это чернобыльская ёлка. Не, ёлку надо срезать по-любому. Надо спасти её. Надо спасти ёлку, чтобы она не мучилась от радиации. Соли же на леса и тебя по парике. Давайте пока седёрышки сделаем, а мы за ёлкой. Ажер, мне тут 35 подвар. Так, друзья, мы пока сходим за ёлкой, ребята, пускай сделают поддоны, чтобы снять пошли. Всё, ребята, вот такой вот большой бандой Сусанин вооружился пилой. Я так понимаю, Сусанин возьмёт на себя этот грех и будет, ну, резать ёлку. Мы не будем её полностью валить. Сейчас ветку отрежем, да и всё. Какую ветку? А если бы тебе ручку отрезали, ножку. А ты представляешь, как дереву больно на самом деле? Это считаешь, что у тебя с пальцами. А вот это секрет. В общем, вот, смотри, Сусанин, прямо возле нашей хаты растёт такая ёлка. Я думаю, мы можем кусочек верхушки просто спилить. Серьёзно? Да. А вы же понимаете, что ёлку садили, когда умирал кто-то. То есть есть поверье, что ёлку нельзя садить, потому что вся семья вымерла. Походу, вся семья и вымерла. Две ветки срезать, связать их. Ну, в принципе, да, может. Да зачем ёлку пилять? Ну, что ты гонишь? Ребят, напишите в комментарии, как вы считаете? Сусанин, ты вообще, ну реально, ну ёлке больно. Блин, да остановись. Смотри, она плачет, Сус. Сус, да нафиг надо. Да хватит, хватит. Да хватит. Пару веточек, давай. Лёха, отойди. Хватит. Ну, Сусанин, ну нахрена ты? Ну всё, давай ещё третью, третью, Сусанин. Ещё одну ветку, ветку одну. Одну веточку ещё, давай. Вот эту, вот эту, да. Да ну нахрена. Сусанин, ты трезвый или что? Ну зачем он, Ляня, он ветки... Ну так всё, целое дерево, тебе что, ветку жалко? Блин, да хватит пилять. Ёлка сейчас спит зимой. Всё, Сус, остановись, Сус. Сус. Остановись. Всё, как говорил наш бывший президент, остановись. Возбудился. И мне голову оторвало. На, держи. Возбудился вообще пипец. Всё, погнали. Всё, полетели. Сейчас с чем-то свяжем их, короче, и будет у нас такая ёлочка. В принципе, дерево пускай дальше себе растёт. Сус, ты молодец, что взял на себя такой грех. Смотри, я комрад ещё штунину порвал. Смотри, походу. Да я знал, с кем я и куда еду. Слушай, кто-то ёлки отгромзал, пять штук этих самых, одной бы хватило. А что ты в землянке вечно жить будешь в этой Чернобыре? Да греться, чтобы сейчас гореть будет тепло быть. А, то есть мы палить сейчас будем в землянке? Ну, конечно, сейчас печку будем топить кедром. Это кедр? Кедр. Кедр ливанский. Так, ребята, сейчас давайте придумаем, как мы их свяжем. И ещё, смотрите, мы взяли с собой металлоискатели и попытаемся здесь поискать какие-то монеты. Потому что здесь до недавнего времени была закрытая территория. И я подозреваю, что здесь вообще нога металлоискателей не ступала никогда. А, вот так вот. Нога Илюхи Капатера тут не ступала. Просто здесь вот КПП только в 17-м году где-то сняли. Это вот там. В 1917-м? Нет. В 1917-м? После революции. В 2017-м. А, ну вот 1917-м. Короче, тут это вот, была необязательная зона отселения, я так понимаю. Да, я же говорил уже. А КПП сняли в 17-м году. Полеска, если всем рядом, она закрыта ещё или нет? Я, в принципе, был в Полеском, я недавно ездил туда. Говорят, что там тоже КПП есть, но я не знаю, как я проехал. Заехал на машине в самый центр города, полазил там по домам. Но я видос не снимал, потому что, ну, там как бы, ну, город прикольный. Ну, короче, чего-то не хватает для меня. Идёмте я вам экскурсию по хате сделаю. Я уже как хозяин этой хаты, ребята, обзавёлся ключиками. Ну, замок, который в первых сериях вы видели, он как бы такой муляжный был. Мы его открыли легко. И чтоб там всякие вандалы и так далее, тому подобное, так просто не могли туда попасть. Я повесил туда свой замок. Надеюсь, хозяева этого дома, если когда-то сюда ещё придут, то они не обидятся. Так, ребята, я нашёл в доме такой кусок проволоки, но... Я нашёл доброе семя, Сус, держи доброе семя. Давай, считай, я считал. Держи. Я боюсь брать руки. Смотри-ка. Ибо этот сын мой был мёртв, и я жил, пропадал и нашёлся. Это Сус. Вот. Получается, да. Держи. 12 апреля. Всё, не бери в руки по бородавке. Всё, ребят, идёмте мастырить ёлку, наряжать её. И пойдёмте где-то немножко с металлоискателями пройдёмся, потому что уже темнеть будет сейчас быстро. Я скрутил кое-как ёлку проволокой, ты как главный инженер пока отсутствовал, но если бы получилось, да. Классная кепка, кстати. Давай, бери ёлку, короче. Сейчас я голову откину. Давай. В голову. В общем, бери ёлку, затаскивай её в землянку. Сейчас будем её где-то там. На палку на какую-то насадить, я не знаю. А есть палку? На лопату можно. Вон трючок есть какой-то. Давай, короче, идём внутрь. Блин. Ну какой Новый год, 2020-й такая ёлка, собственно, я не удивляюсь. Я думаю, её можно вот в этот угол поставить. Возле печки? Мы же сегодня спать не будем, я думаю, вот здесь можно поставить её в угу-ку. Чтоб она нам не мешала просто. Самогоднее настроение не покинет больше вас. Так, ну мне кажется, лучше бы мы, конечно, верхушку отпилили по ёлке, было бы куда красивее. Да сейчас и сделаешь. То получилось какая-то... Что? Это шляпа какая-то получилась. Нормально. Всё, супер. Главное, чтобы печка не загорелась. Хотели взять с собой игрушки на ёлку, но забыли. Я не знаю, как мы её украшать будем. Я дождика чуть-чуть там взял. Да, давай вот эти гирлянды, которые тут есть, наверное, сейчас тоже их туда накидаем. Смотри, чем вам плохая ёлка? Напишите в комментариях, что плохая. Не, ну нормальная ёлка. Правда, ну техника безопасности там в плане пожара. Пухуй. Я с пожарами на ты. Ребят, напишите в комменты, Сусу идёт такая кепка или нет? А ну, Сус, отойди чуть-чуть. Куда? Ух ты, прикольно. По-моему, отлично, ребята. Вот это вот. Всё. У нас такая хардкорная ёлка вышла, ребята. Колян уже занялся подготовкой к шашлыку. Что, Колян, когда шашлык у нас будет? Колян, когда у нас шашлык будет? Мы, короче, сейчас идём копать. А вы что, без меня весь было сделано? А там немного было. Колян, мы сейчас идём копать, короче. Ты будешь шашлыком заниматься или с нами пойдёшь? Я тоже хочу. Да, ну давай тогда накидаем тут дров, короче, и тут где-то вот в окрестностях пройдёмся немножко. А ты как раз, все разбудились как-ля. Давай я тебя пшикну. Давай им шапку. Вот я не могу не воспользоваться таким шансом, когда вы тут есть, мы должны сейчас пойти что-то поискать. Я сразу говорю, я понял, что ты не профессионал в этом деле. Вот скажи, Илюха, что тут не так? Элементарно. Я не знаю, я с Илюхой два раза на коп ездил, он ничего мне не говорил. Я промолчал, я думаю, не буду расстраивать человека. Ну вообще вот эта штанга должна идти вверх, вот, то есть я сейчас переключу тебе её сделаю, тогда идёт нормальная, ну то есть развесовка на руку, так рука устаёт. Сейчас я всё сделаю. Что-то у тебя такое. Фотарки тебе принёс. Ух ты. Спасибо. Это в землянку поклеить? Да, поклеим землянку. Такая, не курить. Дезинфиковано проведение. Тиматика дистанции. Спасибо. Ну если полтора метра все будут задержать дистанцию, мы там вообще не повесимся. Но это если повесишь, чтобы, короче, в враги не зашли. Слушайте, а вот у вас какие прогнозы? Здесь что-то, ну, как по мне, должно здесь валом быть просто. Смотришь, тут как минимум могли быть цари. Так, не ударь меня прибором. Да ладно, сейчас всё сделаю. Человек за прогнозы спрашивает на стол, на спор. Прогноз такой, копать надо все сигналы, и тогда будет нормально. Ты швабру сегодня копаешь? Я, да. Так, ребята, мы в принципе готовы. Я вот одного не могу понять. Илюха, зачем тебе швабра? А это сейчас Алексей ещё расскажет. У нас сейчас акция, акция в магазине. Мы даём швабру в подарок металлоискатеру. Акция года. Швабра в подарок жене. То есть, короче, мужичок купил себе приборчик, рутус. А жене мы в подарочек швабру, чтобы она там не скучала. Дом пока он клады ищет, она там... Сейчас все довольны, и семья довольна. Слушайте, ребята, а где ссылку на ваш магазин можно найти? А где? В описании, я думаю, это оставишь. Сигнальчик, а ну, подожди, подожди, подожди. О, 52, смотри, чёткий годограф, сейчас что-то будет. Давай, копай уже. Мы такой толпой пришли, короче, знаешь. Один это вводит прибором, второй шваброй махает, третий копает. Новогодняя кладуха будет, сейчас будет новогодняя кладуха. В новый год сус ёлочку, давай. Вот тут, вот тут, копай, копай. Да, я побожу. Чёткий сигнал. Нет, они ещё друг на друга реагируют. Подтверждают, в дуальном режиме, подтверждают находку один-второго. Давай, давай, давай. Эффект не работает. А слышишь, а нормальный тут сохран будет, тут песочек. Тут песочек, все цари будут. Опа. Вот это находка. Офигеть, ребята. Это кусок фольги. Это скифское золото. Это, скорее всего, жестяная банка, что-то такое. Все цветные сигналы копать, а так бы... Что, сразу клада не будет. Как говорится, хочешь клад, люби ямки покопать. Вот, подождите, профессиональный оценщик. Сколько стоит? Два пятьдесят за килограмм. Два пятьдесят. Лютчик, блядь. Сейчас бац, и тут кольцо внутри завернуто. А прикинь, там закладка. Завернуто. И сразу окупилось всё. Судя по наряду камрада, закладки он ищет хорошо. Да. Любишь закладочки? Конечно. Я ж кладухи ищу. Это надо ножницами на мелкие резать. И места там, где бомбят. Раскидывать просто так. А, ты уже знаешь, контр... 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 Я ж не фибаудит, на секундочку. Да понял, что специально от конкурентов. Есть такая действительно техника. Режут на маленькие частицы алюминий, разбрасывают на... Так они и себе же хуже делают, или как? Не-не-не-не. Тут смотри, тут всё прикол. Если очень профессиональный металлоискатель, они отстраиваются от мелких этих частей, так делали просто люди на пляжах. То есть он отстроился от мелочи, взял эту стружку, растедал по всему пляжу, сам ходит, копает остальное. А другие люди приходят, и всё. И найти уже ничего не можно. Так, пока мы тут болтали, Колян нашёл ещё сигнал. Он какой-то кривой, мне кажется, или нет? Ладно, копаем. Мне кажется, здесь на каждом шагу должны быть сигналы, потому что здесь, по идее, ну, никто никогда не копал. Мы первые. Ну, скорее всего, что да. Скорее всего, что да. Мы как Колумбы, только моложе. Ни хуя себе от меня нашёл, чувак. Лянь, твою новую шухлядку как раз закидывать, будешь оливьешку под Новый Год. Мы оливье взяли? Серьёзно? Взяли оливье? Как Новый Год без оливье? А ну, вопрос, крабовое или оливье? Крабовое оливье. Крабовое оливье! Давай здесь не шагнули. Так, вот там ещё какой-то сигнал был, ребят. Так, закапываем ямки. Давай, шваброй. Что там швабра говорит? Ой, так, хороший сигнал, как с киевское золото бьёт. Смотрите, какой Колян довольный. Он нашёл этот сигнал, можно сказать. Он его выкопал, ну, с усанищими руками. О, блядь, что-то большое! Черпанул! Раскапывай, глубже, глубже. Вау! Топор? Топор! Или навес какой-то старый. Не знаю, что-то. Ну, штука 100% классная. Или что это? Или это меч? Это от сабли кусок, смотри, вот, бралось. Реально! Что это такое? Не хватает верхней части. Вот верхней хватает, сабля. Ну, это чёрная сабля. С алюминия не делались. Сабля в руку, лежит вообще как в литое, блядь. Охренеть, можно? Подержи. Ты ещё каких-то казаков, походу? Друзья, две минуты, крохи профессионалов! Сейчас всё перевернёт. Сейчас, Колян, две секунды. У нас тут тоже сигнал, сейчас этот добьём. Упала она до ямки. А ну, не, так, включите, Анна, ты включи. Я включил. Что-то есть, слышишь, типа? Давай я достану. Давай. На одну ямку. А ну, пикай. Не, нету. А ну, пикай, ты на. Вот, смотри, у меня тоже лежит. Есть. Медяк, Лёх. Опа. Опа, опа. Какой? Пять копеек. Пять копеек ранее. Двадцать... Двадцать... Седьмой. 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 Нет, двадцать четвёртый. Двадцать седьмой. Двадцать четвёртый. Мне кажется, четвёртый. Они не были двадцать седьмого такого года. Дай внимательно. Двадцать седьмого уже делали из алюминиевой бронки. Да, двадцать четвёртый год. Да, двадцать четвёртый год. Прикольно. Это же переходной период. Нормально, как раз. Они же делали вот эти монеты. Вот эти монеты. Прикинь, вот люди жили и не знали, что тут будет вот такая трагедия. Это переходной период 24-го года. Смотрите, Колян нашел вот вилку и все, теперь с ней будет последняя доходить. Вот эти монеты делали из остатки царской меди. Вот империя разрушилась, медь осталась, и они чеканили свои монеты. Как только медь у них закончилась, они потом делали все остальные из алюминиевой бронзы, а потом вообще перешли на плохой металл, потому что экономика упала. Вот это, считайте, последние монеты, которые использовались из меди. Прямо на поверхности. А, пробка вроде бы. Да, пробка, скорее всего, наверное. Проволока вон, вижу. Где, где? А, вот в натуре проволока. Такой кусок. Ну, бывает, а что? Сус, оценочная стоимость. Ну, если это платина, я заберу. Ты что не копаешь? Я жду пока он на это. Ты хочешь пискать или... Не, я хочу копать. Ты напикай мне сигнал, а я копать буду, я рыть люблю. О, пацаны, что-то нашли. А у кого лопата? У меня. Копни, пожалуйста. Танец. Ого. Уже со всех сторон эти металлоискатели пищат уже. Еще пинпоинтер подпискивает. О, стой, я что-то видел только что. Стой. Там что-то было. Я что-то видел только что. Блестело. Не, мужик, что-то было только что. А ну, подожди. Вот, вот, вот. Поводи пином еще раз. Да, ну нахер. А где моя вилка? Ух ты, а что она такая, это? Смотри, она такая покрученная, типа. Леха. Смотри, что мы ее нашли. А где моя вилка делать? А, серебряная ложка, да? Серебро. Ну это серебро. Это для причажения. Я таких раньше не видел вообще. Смотри, такая закрученная. Кто-то заморочился в изготовлении так. Это, наверное, еще царская какая-то, да? Да, это очень крутая находка. Это еще царская, наверное. Ну, посмотри. Что в советах, наверное, так не заморачивались сильно. Коцкий есть, если коцкий есть, самка. А нет, тут даже нет. Царей коцки не всегда и ставили. Но это серебряная ложка. Скорее всего, время... Блин, Колян, это в натуре очень крутая находка. Я тебя поздравляю. Поздравляю. Это жир. У меня вообще такой искатель металла плохой. Я нашел ложку вилку. Мой детектор, короче, пол-ложки вот так распилишь, короче. Ложка в разрезе будет. Так ты, кора, нормальный столовый набор, капнуш. У тебя вилка есть, ложка есть. Вилка есть, ложка, все. Нож еще надо, нож наиди, Колян. А, вместо ножа сабля была. Еще не все выкопали, прикинь, там их несколько. Подожди, это что? Прикинь, здесь целый столовый. А, все. Ты свою ложку потерял. Вот, ты прикинь, ложка есть. Сейчас шашлык будем кавать. Вот хороший, вот здесь вот один. Главное не разломить, надо аккуратно копать. Вот тут, и тут. Глубоко, 81, хороший медный сигнал. Либо тут пробка, ну вот именно, кто-то бухал под березкой, либо что-то интересное. Ой, чекнем. Опа! Ой-ой-ой, Вася! Вася! Ли Гастаев! Что это такое? Аккуратненько, возможно, тут боец. Подожди, подожди, подожди. Это ложка, скорее всего, с Первой мировой. Посмотри, у нее... Колян, ну мне твоя больше нравится ложка, я тебе скажу. Нет, мне вот это нравится. Это фамилия, типа, да? Это именная ложка. Вот, видишь, Сус, вот реально, копаем историю сами. Вот это, 1910-е, когда чуть меньше. Ее надо нагреть, аккуратно вырвать. Да, главное не равняй, Сус, не равняй, ладно. Ничего не делай, она сломается просто сейчас. Блин, она алюминиевая, да? Смотри, сохран такой. Посмотри, посмотри. Печать какая-то была. Печать какая-то, смотри. Какая-то коцка, видишь? Не, а, да, стоять, подожди. Какая-то коцка. Но мне кажется, это ли... Это солдат нацарапал или что-то? Это солдатская, можно вбить фамилию и посмотреть по архиву. Давай вокруг, может тут жетоны какие-то есть. У меня вообще, ребят, услов нету просто. Колян вдохновился, стрепошелся ты. Да да, да его вообще паяет эта тема очень сильно. Это или медная монета, либо крупная, вот такая алюминиевая, типа пробки. У Коляна у меня золотая лихорадка. Точно. 84. Да, это давай, это точно медная, либо еще одна ложка. Это еще одна ложка. Моя твилка. Медь будет 83. Подожди, надо аккуратно обкопать, что-то... Аккуратно, Асан фигачит. Так аккуратно. Аккуратно, сейчас ложку разрубишь. Да нормально все, давай, ну давай, пикай. А где пин? У кого пин? У меня пин, да подожди, проверь, Дене. А ну, отойди. Вру в желтую. Апиди, отойди, отойди. Посмотри, еще одна есть. Да, еще одна ложка. Это клад ложек. Это намек то, что жрание. А вон, что за слепок какой-то? Нет, нет, от ложки. Ты знаешь, что скорее всего было? Возможно, тут стоял мировой полк. Полевая кухня, да? Полевая кухня. Полевая кухня. Закапывай, давай еще... Ну, Легостаев, конечно, профукал свою ложку. Нам надо было больше детекторов брать. Мы пятеро в две руки машем, короче. И в две руки копаем. Смотри, у всех есть работа. У вас лопаты, у вас детекторы, я снимаю. Блин, такой звук, что вы как будто мину нашли. Показывай. Офигеть, давай, 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 давай. Вот это сто процентов восемьдесят пять. Это какая-то монета должна быть. Либо пять ложка. И тут тоже вперед. Сейчас все перерываем, давай. Сперва вот эту, здесь более четкий сигнал. А как нажимать эту? Вот там рычажок такой снизу. А ну, стой, стой, Сузанин, секунду. Давай. И ты води им, води, води, води. Здесь сигнал. Пацаны, эу, более опытный взгляд нужен. Идите сюда, помощь нужна. Тут кладуха сто пудов. Ну, если кладуха, то новый ход. За нами едут по лесам. Две ямки пищевые. Слушай, рутусы еще могут эту, сирену имитировать. Очень хороший сигнал. Копай глубже. Подожди, подожди. И тут тоже есть. Глубже, глубже. Не видит пир, надо ямок больше. Что это такое? Не, пегасис. Вот ты что, мы нашли. Что, штык что-то? Не, не знаю, что-то там прикольно. Опа. А, ну, труба, ну, ручка какая-то. Я думаю, козу прибегали. Вот, вот этот человек искренне радуется. А, ну, он что, ложку серебряную нашел, что, алюминиевую трубу. Слышишь, Алексей? Вот еще в яме один сигнал был. Тут еще есть. Что рассказывали, что во время войны, короче, это вот, евреев когда хватали, они золото брали, короче, расплавляли. И вот, в трубке в железной, сверху цинцом заливали. Разруби тогда трубку. Посмотри, может... Разруби лопатой тогда. Ну, в трубке запаивали и закапали. Так, давай, разрубишь, если что-то интересное позовешь. А мы пока смотрим, что тут еще. Есть. Что, нашли что-то? Сигнал есть. Вот что-то лежит. Где? Да ладно. Что-то так... Дай. Пряжка. Леха! Пряжка! Пряжка! Пряжку нашли. Какая? Царская. Ремня типа? Да. Можно? Блин. Ух ты, тут герб какой-то или что? Да, царская Россия герб. Орел царский, Лех. Оу. Бегу. Колян, ты фартовый. Посмотри, слушай. Находки. Надо было и мне покопать. Царская ложка. Царская серебряная ложка. Это движок нашли. Подожди. И буквально за полчаса. А ты что, блядь, ебнул я? Ой, извините. Ты что, ударил я или что? Там немного причесали буквально. Глянь, он бахал. Лопатой, да, типа? Это... Ну, это... Это Австро-Венгрия. Это не Российская империя. Почему? Почему? Там же орел. Ну, там же два голова. Ну, такие орелы-двухгалые. А, да, действительно, тут нет гербов. Вот тут у царской России. Нет, находка зачетная пойдет, пойдет. Колян, поздравляем. Слава Гула, да. С пачином тебя. Иди покупай прибор, я тебе говорю. Тупо ты не... Покупай прибор. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Так, а что там у пацанов было? Что, пацаны, давайте выкапываем этот сигнал и идемте уже жарить шашлык. Там, наверное, уже угли прогорели. Да, я уже... Ты уже не хочешь шашлык? Нет, я уже хочу копать. А на самом деле тоже покопал бы, походил. Нет, это наркотики, глядя. Коп это наркотики? Это тарфамин, ты каждый раз не знаешь, что звенит. И у тебя там... Еще ложка. Вот, смотри. Серьез? Офигеть! Я ее перебью, потому что... Штриз мой голод. А свежий слом или нет? Посмотри, слом свежий или нет? Не, не свежий слом. Значит, это... Ручку мы не сломали. Она уже была отломана. Что ты там собираешься? Все, ребят, давайте это... Я другой раз сам приду покопаю. Идемте хавать шашлык. Я вот эту ложку буду трамбовать. Салатик на Новый год. Я тебе говорю, я ее отреставрирую. Заберу, пойду у Лехи и все. И салатик буду мамке на Новый год именно эту огручку. Ну, ребят, вы, думаю, поняли, что... Да, кстати, как-то у нас, знаешь, тема ролика резко сменилась. Мы вот приехали вроде праздновать Новый год. Давайте, ребят, идемте в землянку уже, там шашлычок будем жарить. Ну, как вы поняли, ребят, сегодня не Новый год, сегодня 29 число. Новый год мы будем праздновать, как бы, каждый там дома, кто-то еще где-то. Ну, здесь мы просто заранее так решили, знаете, отпраздновать, чтобы на видео снять. Класс. Класс. Это самый лучший в мире отдых. Да, ну, нам нужно будет сюда вернуться, короче, покопать. Я предлагаю сегодня шашлычок, а после Нового года, где-то на выходе... Скорее всего, как я и говорил, что тут нога искателя не ступала, да. 3-4 человека. Потому что сейчас потемнеет, это надо... С самого утра. Все, последний сигнал, идем шашлычок халать, пацаны. А как ты успокоишься, все, последний еду. Все, ребята, приготовился наш вкусный шашлычок. Говорю вкусный, потому что уже кусочек попробовал. Наши копатели, Сусанин и Илюха, где-то, короче, пошли копать. Я даже не знаю, стоит ли орать. Они нас, наверное, даже не услышат. Да. Поэтому давайте, пацаны, хавать шашлык без них. Все, ребята, вот как только шашлык дожарился, вот, кстати, на второй заход еще. Он почти кончился. Он почти кончился? Блин, я хотел сказать, все собрались. И тут, короче, уже нет шашлыка. Нихерально. Нихерально, нет шашлыка. Бери. Да-да-да-да, попробуем. Нападайте быстро, потому что я вижу, да, быстро заканчивается. Да, я понял, все, работает. Уже вилки есть. На улице уже немножко вечереет. Мы спустились в землянку. Сейчас Супер Сус покажет мастер-класс, как нужно разжигать печь. Не, это вообще не тот, спрячь. Давай, открывай краник. Только не наводи на меня. Ну, собственно, разжигай. Не-не-не, Сус. Ну, блин, Сус, что ты делаешь? С первого раза не получилось жечь, что ты со второго решил. Что там, у меня дровишек еще. Надо дрова? Врядно, Алексей. Нормально? Ну, что, ребята, Сус справился полностью с задачей. Огонь горит. Сейчас немножко разгорится наша печечка. Самую малость нагреется. И я думаю, мы можем перемещаться уже сюда. Мне нравится. Ламповая штука. Вообще класс. Там даже огонек из железа. Видишь? Видишь, вот тут как бегает что-то. Видишь, как дембан какой-то. Это как психологический тест Роршака. Вот он говорит, что это гомункул. Каждый видит в этом отражении то, что у него в голове. Ребята, напишите в комменты, что вы видите. Новый год мы решили за подарочком привезти. У-у-у-у! Снимай, небес, елочку. Снимай, небес, елочку. Ого, стол, ничего себе. Проходите. Я думал, стола даже не будет. Немножко тесновато нам тут будет, конечно, но поместимся. Хочется хоть один год. Двенадцать. Одиннадцать. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. С Новым годом. С Новым годом! С Новым счастьем! Всем поздравляю, ребята. Ребята, поливаем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok